Не скроем, в последние годы частенько вопросы диверсификации, инклюзивности, расширенного представительства и прочего и прочего перешли грани разумного и вышли далеко за пределы здравого смысла. Новая русалочка от Дисней непосредственный и прямой тому пример. Также как можно вспомнить многочисленные проекты при участии Netflix и как апогей их трою снятую на пару с BBC, где просто смотришь на героев древнегреческих мифов и становится плоховато с сердцем. При этом зрители любили вспоминать прежние франшизы типа Гарри Поттера или Властелина колец Питера Джексона, как примеры того, когда целесообразность и логика все-таки были на первом месте, а все остальные заморочки уже шли потом. И что же оказывается теперь? А теперь оказалось, что по мнению нового Капитана Америки Антони Маки, Поттеру и экранизации Джексона радикально не хватает инклюзивности, они слишком белые и с этим тоже нужно срочно что-то делать. Всем привет, с вами Юту и мы начинаем. Ну что же, вы все, думаю, знаете, кто такой Антони Маки. Этот актер, в частности, после Эндгейма заменил Криса Эванса в роли Капитана Америки. Я, конечно, не то чтобы невероятный эксперт, но мне кажется, что это первый пример в MCU, когда уже существующий супергерой Сокол вдруг стал другим героем, взяв на себя еще и роль Кэпа. Зачем это было сделано, можно строить много догадок. Самое правдоподобное из них, что Марвелы, как часть Диснея, предпринимали судорожные усилия по расширению своего представительства в киновселенной и пытались сделать каст Мстителей более инклюзивным. Так что уже 26 июля 2024 года Маки впервые сыграет Кэпа на большом экране в фильме Капитан Америка о дивный новый мир, где мы увидим дивного нового Капитана. И если кто-то реально аргументированно сейчас убедит меня и всех остальных, что в этом были еще хоть какие-то причины, причины меняет супер востребованного публикой и мотивированного Эванса на Маки, и что это было сделано не для того, чтобы просто поменять белого чувака черным, если кто-то реально приведет убедительное объяснение подобного, я публично об этом расскажу в одном из следующих видео. Так что комменты вам в помощи, кстати, если до сих пор еще не подписались, то настоятельно предлагаю сделать это прямо сейчас. А пока лично я считаю, что выбор Маки на роль Кэпа это чисто реверанс в сторону инклюзивности расширенного представительства и прочего и прочего. Что же, сам Энтони, видимо, очень воодушевился всем происходящим, так что актер недавно решил как раз таки наехать на легендарные экранизации Поттера и Властелина Колец, за то, что они ну вот прям слишком белые, слушаем. У Гарри Поттера не было чертовых черных друзей, Фродо прошел всю вселенную и ни разу не встретил черного чувака. Я хочу увидеть Фродо в капюшоне и если я когда-нибудь снимусь в субботнем вечернем шоу, это будет пародия, которую я собираюсь сделать, сказал Маки. Что же, риторика актера сейчас, конечно, на злобу дня и все такое. Большинство будут поддерживать подобные требования инклюзивности, но, как по мне, и Властелин Колец и Джексона, и Гарри Поттер это те экранизации, до которых вряд ли в последних лет 10 хоть кто-то смог доползти. Ну, для примера, Кольца власти от Амазон. Да, там все инклюзивненько, но по факту что? Вышел ужасно не каноничный, а главное скучный и примитивный проект. Участникам которого, такие как Маки, как раз таки дают палочку-выручалочку, чтобы все сгонять на злых зрителей, троллей и прочих, которые не поняли высокого замысла, чем сейчас и пользуется весь каст сериала. Что касается Гарри Поттера, опять-таки, все впереди, нас ждет новый сериал по данной вселенной, который намечен на 2025 или 2026 год, хочется, разумеется, верить, что там все будет отлично и прекрасно, но пока что сомнений в этом немало. Это я к чему, а я это все к тому, что глупо и неразумно все мерит только условной инклюзивностью и количеством разнообразия на экране. Типа, если оно есть, значит фильм или сериал отлично, если его не так много, как вам хочется, значит все ужасно. Это все равно, что ругать Черную Пантеру за то, что в ней недостаточно белых, или наезжать на Мулан, что там маловато темнокожих. Бред, да бред, и ничего подобного мы никогда не слышали и не услышим ни от кого. Но почему-то наехать, скажем, на Властелина Колец Джекса на это прям признак хорошего тона, хлебом не корми, хотя данные фильмы уже давно стали живой классикой и все всем доказали. Но, видимо, современные киноделы и актеры, увы, не способные дойти до такого уровня, находят что-то приятное для себя в возможности наброситься на шедевры прошлых лет. Что же, посмотрим, друзья, что получится у вас, а потом снова поговорим. На этом мы на сегодня закругляемся, оставляя вам комментарии для общения, также не забывайте подписываться на наш канал и нажимайте на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Спасибо всем за просмотр, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok